И всем привет, ребят! С вами Мстер Ваньки, с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровому материалу, игровому видеоролику. И сегодня у нас на обзоре, я считаю, самое сложное устройство, самое тяжелое и интересное устройство, которое у нас есть вообще в принципе в игре. Это Striking, это дистанционный подрыв, это Hornet и это Booster. Это нереально жесткая, интересная комбина. О которой вы меня просили давно записать видос. Я сначала отмазывался, потом понимал, что я не вывезу и не смогу показать должного результата, зная то, что может показать это вооружение. Ну а теперь, сыграв неделю, может чуть больше на этом устройстве, чуть-чуть потренировавшись в матчмейкинге на стримах, полноценно записываю видеоролик с этой нереальнейшей жесткой комбиной. И к глубочайшему сожалению, это записанные моменты, да, все-таки я хотел постараться сделать максимум на этом устройстве, чтобы вы лицезрели максимально качественную и грамотную игру с этим устройством. Для тех ребят, кто не знает до сих пор, что дает это устройство. Вкратце объясню то, что это обычный сплэш-уроновый страйкер, только с возможностью подрыва своей ракеты в любом тайминге, где вы сами этого хотите. То есть вы можете выдать обычный выстрел, который не будет лететь четко в танк противника, но за счет сплэш-урона, нажав кнопку в тот тайминг, когда вы захотите, например, это будет над танком, возле танка, сбоку где-то от противника, вы подорвете ракету и весь сплэш-урон, который будет рядом с противником, даже если он как бы не попадает, как, например, там гром, да, или тот же гаусс, ну, исключение это, конечно же, урон там от стены, от домика и прочее, вы наносите замечательный, огромнейший, жесткий дэмэдж. До момента обновления, наверное, в игре страйкера, это устройство было, ну, чем-то средним, да, оно было интересное, но сложное, как я уже сказал, и по геймклею, наверное, я бы с ним бы мог поиграть, но оно не нагибало должным образом, были безумно большое количество всяких интересных альтернатив этому устройству, но после ввода критического урона страйкеру, это устройство стало, ну, как по мне, самым имбовым устройством в игре, да, если мы не будем, там, смотреть на какую-то Теслу или еще что-либо, то это самое жесткое устройство в игре, на котором можно в матчмейкинге давать 50 килов, ну, и я уверен, что даже и ту же 60-ку закатку можно насыпать с этим замечательным устройством. Что касаемо первого боя, это сандал, это уже очень неплохой результат, как вы видите, за чуть меньше половину боя, у меня уже где-то порядком 15, может, даже больше килов, вы видите, что очень большое количество дамага летит непосредственно за счет дистанционки, то есть я как бы не вижу в своем поле зрения противника, через верх просто подрываю ракету и уничтожаю танки. Изначально на этом устройстве где-то неделю, может, назад, может, больше, когда я только начинал тестировать его, мне было безумно сложно, безумно, это ужасно непривычное устройство, когда вы дабл кликаете, если вы не привыкли к тому, что может делать устройство, вы не чувствуете таймингов, это ужасно печально выглядит, и я удивлялся тому, зная игроков, которые умеют играть на этом устройстве, как они дают по 40 килов за бой. Как? Как у них это получается? Каким образом? Сейчас, на данный период времени, я отлично понимаю, каким образом это действие происходит, и сколько можно набивать килов на этом устройстве в любой матчмейкинговой катке. Понятное дело, что наиболее благоприятные и удобные режимы для этого устройства и этого сочетания, это ЦП и осада, то есть контроль точек и осада, но я уверен, что и в других режимах можно так же качественно юзать, использовать и реализовывать это замечательное вооружение. Плюс огромнейший этому вооружению дает также Хорнет, который дает возможность нанесения противнику критического урона, также пробитию танков за счет сближения, то есть сейчас пробитие на Харке не работает так, как это было раньше, но что касаемо критического урона, это просто ГБЛ. По 3500 с выстрела, с бустером 7000 можно выдавать с этим устройством в матчмейкинге, и если сегодня у меня получилось набить сороковочку, то давайте так, если вам интересно, если на этом видосе наберется 150 лайков, я постараюсь, не обещая на 100%, но я обязательно постараюсь вложиться в максимум и записать видос, где смогу набить больше 50 килов в обычном матчмейкинге 7 минут. То есть, понятное дело, что если у нас будет 10-минутный матчмейкинг, то там можно давать и 60 и 70 в обычном 7-минутном матчмейкинге дать 50 килов. До этого момента у меня получалось это сделать на той же Тесле, но Теслу мы не берем во внимание, поэтому останавливаемся на этом замечательном вооружении. Вы видите, полторы минуты до конца у меня уже 34 килова. Я поражаюсь до сих пор, сколько можно давать на этом вооружении, и как четко эти ракеты стреляют, и как все вот так получается. Для меня открылось что-то новое, вот серьезно новое. Знаете, вот когда бывает такое вооружение какое-то интересное, нереально жесткое, например, я только начал играть на Круссейдере, у меня появляется какая-то дополнительная мотивация заходить в матчмейкинг и играть. Вот играть на чем-то дефолтном стандартом становится скучно, то есть это как-то, не знаю даже как сказать, как-то уже поднадоедает. То есть ты играешь на чем-то дефолтном, и нет никакого дополнительного интереса. Когда появляется что-то вот такое, и у тебя начинает получаться, и это работает максимально качественно и эффективно, открывается какое-то дополнительное дыхание, и реально хочется вот прям вот показывать очень жесткий результат, очень жесткий. И вот записывая такие видосы, и отлично понимая, сколько может давать киллов это вооружение, я получаю удовольствие, это во-первых, во-вторых, показываю вам то, что реально жестко нагибает в игре, и даже при том раскладе, что это сейчас самое сложное устройство. Я, ну я не знаю, тяжелее устройство. Вы скажете, что Магнум тяжелее? Нет, поверьте мне, привыкнуть к этому устройству тяжелее, чем играть на любом другом вооружении. И для первого боя мы даем 37 киллов в цпшечке, в сандальчике 6х6. Вторая каточка у нас осада, я уже запикиваюсь в нее, переключаю вот здесь вот одну кнопку, потому что у меня там оборвалась запись, но вот меня в следующую же катку запикивает в осаду на Рио, и что я еще могу сказать, для этого устройства шикарнейшим образом подходят двух-трехъярусные карты, где вы можете надамаживать сверху вниз, стоя на благоприятной для вас зоне, где вас не так просто уничтожить, и начинаете накидывать дистанционным страйкером ракеты, которые, например, взрываются над танком, возле танка, да, противник зачастую даже не понимает, каким образом по нему проходит такое большое количество урона, и этим этот страйкер и замечателен. Плюс с харьком вы можете, вот, например, как сейчас, да, прожимая овердрайв, раз одного убили, раз второго убили, раз через верх насунули, и смотрите, хоп, оп, ай, тут третьему не залетело, но я думал там критически по третьему так же, то есть быстро, качественно прожимаете овердрайв харька, копится он порядка где-то, ну, если давать килы где-то около минуты, может даже меньше, и вот в таких позициях накидываете этот замечательный демэдж, при том, что еще на дистанционке очень, ну, не прям жестко часто, но довольно-таки часто проходит критический урон в тех таймингах, когда вы даете ракеты над танками, и по итогу вы получаете очень лютейшую комбинацию. Также не забывайте, что этим страйкерам можно давать и обычные выстрелы, да, не только там, пользуясь дистанционным подрывом и взрывая ракеты, да, у меня бывает такая уже небольшая привычка, ну, либо это не привычка, а не умение еще, да, полноценное контролировать каждую ракету, бывает подрывая ракету, которая как бы летит в танк, да, но в общем и целом безумно крутая комбинация, я уже не знаю, что добавлять, но это, наверное, то вооружение, которое вы будете в ближайшее время видеть на стримах, я буду очень часто играть на нем, и уже последние пару стримов я на нем катаю без перерыва, не снимаю в любом режиме, и, ну, именно такие вооружения лично для меня открывают какой-то дополнительный интерес в игре. Как всегда, раньше я считал этим, это устройство ненагибающее, неинтересное. Да, оно сложное, и я понимал, что, как бы, ну, сложное устройство, на нем надо привыкать, учиться играть, я не умею на нем играть, и она, как бы, ну, не дает должного количества урона, да, у меня не получалось что-то такое сверхинтересное и жесткое, хотя ребята очень часто мне писали на стримах под видосами, запиши на дистанционочке, покажи, запиши, но я понимал, что у меня нет такого скилла, но я не смогу дать большое количество киллов. На данный период времени уже начало что-то получаться, уже пошли каточки с сороковочками, с тридцатками. Тридцать вообще набивать на этом устройстве, ну, это легко. Вот, реально легко. Вот, вы видите, я дал страйкер над танком. Три пятьсот. Он схавал три пятьсот, я представляю его реакцию. Он просто, чё? Каким образом? Как? Как можно столько накидывать, да? Я так же сам оба удивился, но этот страйкер дает такую домашку на постоянной основе, а если еще играть часто режимы типа осады, где, например, будет момент, противник кучкуется, там, семь танков, или даже тот же штурм играть за атаку, да, противник, где кучкуется, прожимает, например, купол на Титане, вы подъезжаете, пробиваете овердрайвом купол и даете по три пятьсоточки просто такое большое количество дамага. И по итогу вы, ну, в лучших кондициях, просто в лучших кондициях будете на карте. С чем может конкурировать этот страйкер на данный период времени, спросите вы меня. такой комбинации с такой реализацией, то есть как вооружение, которое может работать и на ближней дистанции, и на средней, и на дальней дистанции, я думаю, что ни одно вооружение не сможет конкурировать. Да, если у нас есть там ближние бойные пушки по типу там, жиги, которые жестко нагибают, то здесь вы можете работать и на ближней дистанции, и на средней, и на дальней, и на двух ярусах, и на трех ярусах, и сверху накидывать, и с зоны, которые закрыты от вас. Все, что вам нужно, это привыкнуть, привыкнуть качественно, грамотно и четко попадать по противнику. Можно кидать из-за укрытий через верх, раскачивая корпус очень большое количество разных реализаций. Вот вы видите, даже так через верх можно 3 500 накидывать, дополнительно добавлять еще 3 500 по танку и при этом он как бы не был в полноценном обзоре моем. Я не мог ему дать выстрел четко в танк. У меня была возможность накидки через верх, через бок. Получилось 2 ракеты по 3 500 сверху. Какое вооружение сможет показать что-то подобное? Никакое. Да, вы скажете там, на ближней дистанции. На дальней дистанции вы не сможете этого дать. Ну и плюс, понятное дело, что резистов в матчмейкинге от этого вооружения не является, ну не есть такое большое количество. Если было бы большое количество, было бы Габела. Я думаю, что моментами так бы жестко этот страйкер не заходил. Даже при том, что критический урон игнорирует броню, игнорирует резист. Все равно такого жесткого бы результата, я думаю, что бы не было. Если было бы безумно большое количество резистов в игре. Ну а так, это, ну наверное, то устройство, которое я буду вязать в ближайший период времени. На нем не играет большое количество игроков. Это меня, конечно же, радует. Но если вы любитель страйкера, я посоветовал бы вам поучиться с ним играть, да, потестировать и попробовать привыкнуть к нему. Да, может быть это будет сложно, вы потратите свои нервы, но если вы хотите добиться шикарнейшего результата и в дальнейшем показывать очень четкую, качественную, интересную, замечательную игру на этом вооружении, то нужно немножко пострадать, нужно привыкнуть, потратить немножечко своих нервов, времени, но по итогу вы получите ту комбинацию, на которой в дальнейшем вы сможете давать большое количество киллов, зарабатывать кристаллы в большом количестве также, ну и, конечно же, набивать хорошее количество опыта. Я думаю, что можно будет даже постараться на повышенных фондах сделать какой-то рекорд именно исключительно на этом вооружении, да, то есть есть рекорды какие-то там на джиггернаутах и прочих режимах, попробовать, посмотреть, сколько можно получить на этом вооружении. Мне кажется, что около десятки на повышенных фондах можно взять, может даже и больше. На данный период времени это одно из немногих вооружений, которые я бы хотел бы раскрыть еще больше. К слову, забыл сказать о том, что я для себя понял, что хорек это, наверное, один из немногих корпусов, на котором стоит использовать иммунитет от подавления. Вы за счет этого выигрываете очень большое количество тайминга и по итогу это очень круто, качественно и грамотно окупается. Поэтому, друзья, пробуйте, кто катает уже, сильно, жестко не нагибайте, мне хоть кого-то оставьте, но результат вам очень сильно понравится. Если вы сможете, научитесь и начнете нагибать. Поддерживайте видеоролик лайком. Как я и сказал, 150 лайков, я стараюсь давать 50 и больше киллов на этом вооружении, если вам это интересно. Пишите, что вы думаете по поводу этого вооружения. Возможно, у вас есть какие-то советы, вопросы ко мне, пишите в комментариях, постараюсь на все их дать ответы. С вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.